Итак, всем привет, с вами Дом Гэм, продолжаем играть за Нидерландов Виктория 3, в прошлой серии мы присоединили Бельгию, уже на неплохой экономический рост вышли, и потихоньку сейчас будем продолжать застраиваться, плюс продолжать колонизировать Африку, а затем, наверное, что-нибудь в Индонезии тоже подзахватываем, потому что в нашей стране здесь населения мало, здесь мы не сможем полноценно развиваться, только за счет Нидерландов, а вот за счет новых колоний вполне себе. Ну и плюс, нам нужно будет потихоньку, наверное, ну сейчас мы проведем медицину, и, наверное, либерализацию провести, по-свободнее сделать законы, чтобы к нам мигрировали. Но опять-таки, в умеренном стиле нам на самом деле достаточно просто, чтобы этот баф был активен, и, в принципе, все. Поехали. Начались боевые действия в Эфиопии, и, возможно, нам стоит нанять второго генерала, на районе, чтобы чуть-чуть разделить нашу армию, и таким образом начать... Ну, можно было наступать сразу в две стороны, и закрывать несколько фронтов. Ну, как-то вот так вот примерно. Они, конечно, потелепортировались не туда, но... Да, в целом, идея правильная. Они перейдут сюда. Давайте сразу же вернем вот эти территории. Куда почему-то лишние войска вражеские попали каким-то магическим образом. Ну, допустим. Ну, так вот, да, мы пробьемся. Сейчас они перейдут туда. Отлично. И вот наши новые колонии захвачены. Превосходно. Купация готова. Вот здесь вот эта страна уже капитулировала. Я думаю, сейчас капитулируют уже и эти. А нам нужно здесь интерес, чтобы продолжить. Так, а сколько у нас вообще интересов доступных? А у нас вот эта порция уже перестала занимать интерес. Прекрасно. Вопрос, хотим ли мы поставить сюда интерес или сюда? Наверное, вниз, чтобы проколонизировать куда-то территорию, которую мы тоже в теории сможем завоевать. Вот мы сможем проколонизировать вот эти две провинции. Хорошо. Здесь мы, кстати говоря, уже начали строить уголь в Болонии. Поэтому давайте перенесем туда дорожную службу, собственно говоря. И сейчас здесь начнем нереально застраиваться. Переводим мы массово наши рутники на литроглицерин, на паровые насосы. И здесь тоже апаем все по возможности. У нас сейчас наше производство угля подойдет как раз к этому уровню. У нас, в принципе, много угольных шахт было построено. И нам сейчас нужно будет еще достроить инструменты. Я вижу, что нам не хватает шелка, тоже надо будет его откуда-то взять. И сранцы мы там в теории должны были нормальное количество импортировать. Но давайте раскидаем вот так. У нас, вернее, некоторые пути стали невыгодными. Логично, мы поменяли производство. Ну, допустим, одежду точно можно импортировать, чтобы наше население его имело. А инструментов, на самом деле, у нас плюс-минус-то хватает. Да, нужно достроить, но в адекватных количествах. И здесь у нас просто вырывчатка должна сейчас потихоньку заполниться. А земляделия у нас столько удобрений пока не требуется. Ну, вот мы приняли новую медицину. Нужно сектора правительственные достроить, чтобы у нас, собственно говоря, бюрократия была в плюсе. Не было налоговых потерь. И плюс подкачать институты повыше. Образование, как минимум, плюс полиция, плюс в будущем медицина. Оба сегодня закончили, давайте-ка я думал сменить казармы на меньше тех, но на самом деле пока что нет. Можно только новые завоеванные поднять, потому что у нас, оказывается, вполне себе хватает. И начать колонизировать вот здесь. Колонизировать мы здесь будем очень долго эти территории, да. Но в целом без разницы. С разницей, главное, чтобы хоть как-то это шло. Можно было бы здесь отменить, но тогда отмениться порты, а порты я бы хотел оставить. В будущем мне точно там нужны будут. Плюс в идеале бы вот сюда протечь, но там уже как повезет. Вот. Сюда точно нужно нам проходить как-то. Для этого нужно будет подкачать техи. Давайте-ка... А, у нас францессика сама сейчас следуется. Вот хенин дальше сами, да, будем исследовать. А тем временем мы сейчас железобитон докачаем, то я думаю, тысяч... Семи. Потом переключимся в общество. Нужно будет здесь тоже, наверное, подкачать какие-нибудь техи. Инвестиционные фонды нам нужно, на самом деле, уже качать. Да, так и сделаем. В Британии, кстати говоря, происходила революция, уже закончилась. Но ВВП им-то точно повредит. Может быть, если говоря, на девятом месте. И очень скоро, я думаю, перейдем на восьмое. Очень уверенно мы развиваемся. Но Ишки, видите, тоже более-менее вверх идут. Я бы сказал, по сравнению с их классической, как бы, да. Классические они примерно на одном уровне, я не знаю, там еле-еле поднимаются вверх. Здесь такой рост, хотя бы уверенный. Ну и, возможно, мы таким образом потихоньку выйдем в ВД. Тоже нам не сильно далеко до этого. Значит, надо продолжать захватывать территории, продолжать развивать экономику. Инвестиционный фонд у нас где-то составляет сколько? 33 тысячи. Ну да, 33 тысячи у нас одновременно получается. Нормально, уже неплохо. Более того, мы уже восьмое место занимаем. Это, получается, только вопрос времени, когда мы перейдем. Нет, подождите, нам нужно 385 рейтинга. Видимо, пока что мы не перейдем, либо пока кто-то не выпадет. А, не очень понятно, кто это должен быть. А, нет, все, это же не 8 сейчас. Окей, все, все верно. Нужно еще сотка престижа откуда-то. Ну, я думаю, мы сможем ее набрать. Тут у нас плантации подстроятся. Да, вот это неплохая территория. Отсюда ресурсов мы немного так для нашей промышленности заберем. А потом начнем какую-нибудь одежду строить, еще что-нибудь. В общем, это найдем. И можно думать о том, чтобы пока что повоевать вот здесь, пока нам какие-то перемирия. И здесь тоже, в принципе, полезные ресурсы для нас есть. И вот такая у нас здесь будет первая война. У него два небольших минора. Объединился еще, посоединился еще сяк. Прекрасно. Ох, как здесь забавно выглядит. Вот. А, видимо, здесь это что-то какое-то сделано в будущем, наверное, чтобы было у этого... Я расширил что-то кликом, чтобы здесь было какое-то название, либо, видимо, из-за перевода нету. Но нам это и не нужно. Нам главное, чтобы здесь было удобно этим пользоваться. Да, то есть, вот такой минималистичный вариант намного удобнее. Давайте начнем. В принципе, все институты нам, они все нужны. Да, у нас радикалов на самом деле многовато, но хоть лоялисты их перекрывают. И, собственно говоря, да, образование и медицина очень нужны. Вот мы подзахватили новую территорию. Забавно, что у нас тут есть голландская стенде, отдельно Нидерланды. Мне будет интересно, можем ли мы потом их аннексировать. Было бы очень неплохо. Потому что там мы сейчас от них теоретически получаем деньги. Но практически получать от них напрямую ресурсы, да, намного выиграннее. И вы скажете, но они же в вашем рынке. Да, рынок-то у нас общий. Но технология там используется устаревшей. Соответственно, напрямую контролировать намного приятнее. Плюс напрямую контролировать налоги и получать инвестиции тоже намного приятнее. Давайте продолжим что-нибудь здесь кушать. Хотя можно еще и сюда на самом деле обратиться. Единственное, здесь вот Египет. Я с Египта, наверное, пока не готов воевать. Поэтому давайте-ка здесь будем продолжать что-нибудь подзахватывать. Австрали требует, чтобы мы стали их протекторатом. Удачи. А, это типа было, так сказать, добровольное, доброжелательное предложение. Нет. Ну и пока у нас здесь плюс баланс хороший, да. И я вижу, что нам его более чем хватает. Можем построить здесь, собственно говоря, строительные сектора. Причем, я, наверное, там и не буду строить. А вот в Геллари вполне себе. Только давайте-ка сделаем это, так сказать, там, где надо. В начале списка. То есть, вот так, пожалуй. Да. Вот из чего завоеван, собственно говоря. Можем мы продвигаться куда-нибудь дальше. И вот такая вот здесь получается война. Бурней. Магин Данау. И Бали. Или Бали. Не уверен я. Ну, в случае, вот эта армия пойдет сюда. У нас уже армии. Неплохо так по количеству. Да, 50. В принципе, приятно. А вот эти ребятки будут высаживаться здесь, как только война начнется. И это будет примерно вот сейчас. Поехали. Морская битва произошла успешно. И мы также успешно здесь высаживаемся. После этого пойдем высаживаться вот сюда. Пока что наша колонизация идет очень-очень хорошей скоростью. Единственное, нам нельзя прекращать строить что-то, пока у нас есть население. А у нас его пока еще, ну, нормально. По крайней мере, в колониях. Хотя, ну как нормально. Для наших размеров нормально. Объясненно говоря, оно скоро закончится. Мы разбили их. Вот. И вот мы сейчас высадимся вот сюда. Да, без особых проблем. Очень-очень солидная колония у нас уже. Но здесь есть еще куда дальше стремиться. А вот мы получили наши публичные кампании. Теперь давайте в колонии побыстренько пройдем. Нам нужно колонизировать. Нам нужно откуда-то брать население и ресурсы. Да. Здесь все обновим. Снова завоеванных территорий. И выставим сейчас везде публичные кампании. Так, выставили мы везде кампании. Плюс немножко обновили способы производства. И у нас здесь появился некоторый минус перевозок. Ожидаемый минус. Мы сейчас потихоньку будем выстраивать железные дороги. И минус этот будет уходить. Но в целом по ресурсам в остальном у нас более или менее баланс имеется. Оно нужно, чтобы же железные дороги заполнились, собственно говоря. Всех их мы субсидируем. Так. И вот, кстати говоря, время первых машин. Но мы возьмем, конечно же, техи. Техи самое важное в этой игре, на самом деле. Франция предлагает оборонительный пакт. А союз вы не хотите? Ребята. Союз с Францией. Поехали. Да, за обязательство, но это пыль. На самом деле. А таможенство союз? Нет. Таможенство союз мы не хотим. Мы не хотим зависеть от червого рынка. И более того, это не даст нам повыситься до великой державы. А мы хотим стать великой державой. И мы хотим иметь свой большой независимый рынок. Великой державой, кстати говоря, не так, что и за горами. Хотел сказать я, но нет. Сотка рейтинга осталась. Сотка рейтинга. Нужно расти быстрее. В ВВП, тем не менее, все равно у нас растет достаточно. И уже мы на всем месте. Помните, я говорил, что мы не можем достичь первого места? В теории? Может быть. Слушайте, кайф Франции в том, что она теперь автоматически присоединяется во все наши войны. Союз здесь реально приятный. Конечно, они тут заночевые, да. Потому что больше сотки в минус. Варадокс, как обычно, не подумали о том, что с цифрой могут выходить большой минус. Класс. Но в любом случае, мы просто добавляем для завоевания области, что можем, и продолжаем колонизировать Индонезе. Кстати говоря, на самом деле, мы тут можем немножко секторов подстроить, я думаю, да. У нас баланс позволяет. Так что давайте так и сделаем. Ну и продолжаем мы здесь настраивать фабрики в Нидерландах и плантации в наших колониях. Кстати говоря, мы исследовали Хенин. Давайте, нам нужна цилизаторская миссия, нужен национализм. Для этого давайте его начнем исследовать. И, собственно говоря, сразу же будем увеличивать наш колониальный рост. И это в теории должно нам ускорить колонию вот здесь. Вопрос. Текущие дипломатические игры такой игры? Можно узнать. Текущие. Это вот это вот они называют... Ладно. Давайте просто сюда будем... А, нет. А сюда тоже сейчас не можно. Ладно, давайте завоеваем и потом отменим колонию, где не нужно. Франция будет воевать за нас в этих войнах. Вот это, слушайте, приятный союзник. Я думаю, можно уже налоги немножко подзбавить. Да, все-таки мы использовали вот эти высокие налоги, чтобы неплохо свой оборот постройки нарастить. И, в принципе, деньги нарастить. Теперь уже можно чуть-чуть дужку населения снижать. Инвестиционный фонд уже 34 тысячи. Очень солидный. Франция сюда войска пришла, но но реально не участвует. Так что давайте сами мобилизуем все атакуем. Любопытно. Чего здесь войска есть, но они не атакуют. И вот мы без проблем колонии здесь смогли забрать. Подстраиваем тут дальше шахты, золот. В общем-то смотрим, что он не хватает и это успешно достраиваем. Плюс мы еще можем импортировать, благо с этим модом яишки нормально производят хоть и ресурсы, и есть реально кому что продавать и у кого что покупать. В общем-то вот ВВП, да, как можете видеть, нормально, уверенно растет для яишки. Исследовали мы национализм и сразу бежим в цивилизаторскую миссию, только, наверное, единственное не будем исследовать прям сразу, дождемся, пока вторые техи подраспространяются. Да. И потихоньку у нас здесь тоже все распространяется, что несомненно приятно. Ребята, это все шутки, а мы на такое не ведемся. Так, но здесь мы не берем минус лояльности, просто спокойно сквозь это проживаем. Здесь, как я понимаю, ничего не происходит. А, они хотят, чтобы мы монархию сменили. Можем вообще в целом-то, да, нам без разницы, наверное. Но пока, наверное, нет смысла это делать. Да. Что-то вообще по законам. У нас есть полезные законы. Особо нет. Вот этот бы закон принять, но... А, нам нужно просто кого-то в правительство. У нас реально никто не поддерживает этот закон сейчас. Ну-ка. Давайте гарантию свободу делать, собственно говоря. Очень полезный институт. Зачал испугался, что это у меня революция? Нет, это в голландской Ост-Инти, революция. Господи, боже мой, как же вы этими революциями надоели. Ну, что поделать? Надо давить, и мы пока не можем, я так понимаю, колонии отменить. Да. И не можем, не можем, да, атаковать, пока у нас осталось кризис здесь. Что поделать? Просто я здесь вот хотел бы отменить и начать новые, потому что вот этот дебаф тогда пройдет. Ну, что в малярии мы уже избавились, собственно говоря, хинином. Но, так как мы начинали эту колонию, она не обновляется, к сожалению, из-за багов этой игры. Что поделать? Ну, конечно, наши войска здесь должны без особых проблем пробиваться. Ну, да, так и есть. некоторые потери мы как-то понесем, но хотя бы быстро сможем закрасить здесь все. Так что нормально. Тут Россия начала войну с Австрией. Ага. Это война за объединение Германии. И Австрия побеждает? Господи, неужели это будет Германия из Австрии? Яишки. Выглядит это жутко. Это знаете, какой мем? Все хотят вступить во вторую партию, и у нас из трех партий, то есть если все в правительстве находятся, у нас будет стопроцентная легитимность. Единственное, вот эта революция сейчас пройдет здесь, вот у нас из-за большого количества радикалов периодически бывают такие шутки, но мы с этим справляемся. Нейерландекс, скоро закончит свои приколы тоже. Я надеюсь, что побыстрее вот эти битвы не заканчиваются по непонятным для меня причинам. на просто просто бесконечно продолжается. Вот так вот просто просто есть. Очень странно, но допустим здесь то же самое, но в один момент они сдадутся. Закончилась сроклая революция, объединяем партии и отменяем принять вот этого. Не нужно нам совершенно закона. Вместо этого возвращаемся. теперь можем любые законы продвигать кайф. А, возвращаемся и давайте посмотрим, что мы хотели бы. Хотели бы регулирующие органы на самом деле, да? Хотели бы пропорциональный налог на самом деле бы. Но в реальности нам бы с радикалами что-то сделать. Полиция у нас уже есть. Давайте гарантию свободы, как я и говорил, сделаем. Полицию мы уже раскачали на максимум. Так что продолжаем. И да, с радикалами теперь будет нормально. вы, ребят, должны потёхоньку падать. В принципе. Надеюсь на это. И можно налоги тоже подсократить уже до нормального уровня. Давайте будем брать уже. И, наверное, давайте реально сменим монархию в один момент, почему бы не стать полноценной республикой. Собственно говоря. Тем временем наше место очень уверенно растёт. И мы приближаемся к тому, чтобы стать великой державой. этого не может не радовать. В основном, я так полагаю, мы из АВВП, да, сильные. О, гарантия свободы, кайф. Так вот, а наш престиж? Ну-ка. На самом деле нет, военно-морской флот у нас очень неплохо решает. Но и да, ВВП на самом деле тоже. Но и армия, и флот тоже хорошие, куда-то если выдают. А дело в том, что мы уже поставили эти броненосцы второй уровень, да. И перешли на производство пароходов совместно с тем, чтобы рыбу добывать тоже пароходами. Вообще, думаю, это можно серию подзакончить. Мы вот-вот вступим в великие державы. Наша экономика уже очень уверенно себя чувствует. Почти 50 тысяч инвестиционного фонда, 150 постройки почти. Да. Так, окей. Потихоньку доколонизируем Африку, Индонезию. Пока война, мы не можем в колонии рестартнуть. Грустно. Но, тем не менее, сейчас подключаем. Вот этот институт еще с лейлистами, радикалами станет попроще. Нормально. Нидерланды заживут, заживут скоро и, я думаю, смогут достичь первого места что среди стран, что тем более среди ВВП. А, ребята, с вами был Дубг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.